Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер и в этом видео я хочу рассказать, что будет, если провести 7 лет безалкогольной жизни, как это сделал я, то есть до и после. Не употребляя алкоголь вообще ни в каких дозировках, ни по каким случаям. Есть много неправдивых мифов о том, что якобы если вы бросите употреблять алкоголь в любых дозах, то у вас откроется третий глаз, откроются новые чакры, появится там чуть ли не богатырская сила и вы просто станете таким вот орлом, богатырем, витязем. Эти мифы любят распускать любителей каких-то древних мудростей, йоги, вегетарианцы, ну и просто люди, которые хотят сделать мир лучше. Ничего плохого нету в том, что других людей вы мотивируете бросить употреблять алкоголь, но на самом деле зачем, зачем преувеличивать, зачем врать. То есть мягко говоря все эти плюсы от отказа от алкоголя, они преувеличены раз так в 5, а то в 10. Ну что у меня произошло на физическом плане? Стал ли я, обрел ли я богатырскую силу? Нет, ну я знал, что этого не будет. Конечно же и отказывался я от алкоголя не по этому. Подтягивался 25 раз, стал подтягиваться 33 раза. Ну это просто потому, что я все эти 7 лет слежу за физической формой, занимаюсь, делаю это с умом и как хочешь не хочешь показатели все равно растут. Третий глаз не открылся, трансферный луч, где вселенная мне посылает какие-то особые мудрые вещи, тоже не открылся. Ясновидцем я не стал и какие-то новые чакры вроде бы как тоже не открылись, аура моя не засияла новым светом. Могу сказать, что стал более ярко ощущать вкусы, запахи и улучшилось зрение, хотя зрение у меня так было выше 100%, но оно стало лучше. Хотя я думаю, это в большей части от того, что я стал гурманом по еде, например, и я просто перестал употреблять еду с консервантами. Ну скажем так, делаю это крайне редко. Не ем полуфабрикаты, ну а если ем, то делаю это тоже крайне редко в каких-то поездках, командировках, путешествиях и все. Поэтому на самом деле, если вы бросите употреблять алкоголь, ничего особенного не произойдет, просто будет примерно то же самое, но чуть лучше. Но это опять же, я говорю о тех людях, которые употребляют алкоголь не лошадиными дозами, не по 2 литра в день. Конечно же, если вы по пол-литра, по литру в день выпиваете водки, а потом отказываетесь, у вас, конечно, изменения будут очень большие. А если вы культурно выпиваете, как все интеллигентные люди, то в принципе ничего особого не произойдет. Вот у меня так и было, что я употреблял алкоголь в умеренных дозах, праздники, выходные иногда, не искал приключений в пьяном состоянии, в таком полупьяном. Всегда доходил до дома своим ходом и всегда стоял на ногах, всегда речь мог связать. Как все культурные люди, скажем так, как все культурные алкоголики. Почему алкоголики? Потому что, на самом деле, если вы встречаете, провожаете абсолютно все плохие, хорошие, какие-то яркие события в вашей жизни, праздники, торжества с алкоголем, и не можете встретить, к примеру, Новый год и День рождения без алкоголя, то вы алкоголик. Хотите или нет, вы алкоголик. Даже если вы пьете по чуть-чуть, ну, вот уровень алкоголизма у вас вот такой вот, как всегда, говорю, как есть. Конечно же, звучит оно не так эпично, не так мотивирующе, не так захватывающе, но что поделать. Но все равно бросить, употреблять алкоголь стоит, и в следующем видео я расскажу, почему это стоит сделать. Кстати, если хотите, чтобы мои видео выходили регулярнее, то предлагайте темы в комментариях, ну и также подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!